Здравствуйте, товарищи! Начинаем наше очередное занятие. Сегодня у нас тема коллективные договоры. Как мы договаривались, слушатели, наши магистры, должны проводить анализ коллективного договора, опираясь на то понимание политики и политических составляющих социально-экономических конфликтов, которые у нас рассматривались на занятиях. Ну и тем самым они могут продемонстрировать и свою зрелость, и умение анализировать серьезные практические документы, которые являются результатом не просто умственной работы, но и большой работы коллектива, и в том числе и большой работы работодателей. Поскольку коллективный договор, он есть плод, так сказать, совместной работы и даже в какой-то степени борьбы сторон, которые сотрудничают, с одной стороны они партнеры, с другой стороны и противоборствующие партнеры одновременно. Так, пожалуйста, представьтесь и пошли, можно говорить. Меня зовут Шевелев Илья Евгеньевич, я представляю второй курс магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета по направлению политической конфликтологии. И, оставляя вашему вниманию, довольно-таки краткий, но я попытаюсь не очень сильно затягивать, а отзыв или анализ, можно так сказать, коллективного... Лучший анализ. Да, анализ коллективного трудового договора первого контейнерного терминала ЗАО 2009-2011 года. Наверное, основные вещи я прочитаю, то, что написал, то, что сделал, потом поговорим конкретно по тексту. У меня здесь есть закладки в самом этом документе и очень-таки отдельные моменты. Ну, самое основное. Коллективный договор заключен в 2010 году между работодателем и работниками в соответствии с правовыми нормами. Договор – это внутренний локальный правовой акт, соответственно, он содержит обязательства работодателей и работников по отношению друг к другу и устанавливает, значит, правком в качестве регулятора, то есть профсоюз в качестве регулятора отношений работника и работодателя. Профсоюз или представитель работников? Или представитель работников. Потому что здесь у нас представитель работников кто выступает? Профсоюз. Какой? Ну что, нет? Какой, а посмотрите. Выборный, ну... Ну, какой профсоюз? Ну, а вы же анализировали, какой профсоюз? Как название? У меня есть название. Какой профсоюз, если профсоюз? Сейчас, например, здесь есть. Я думаю, что вы сейчас немножко удивитесь. Ага. Между кем? Профсоюзы. Так, ну здесь все. Вот там, где вот есть подписи, где-нибудь найдите, где подписи, и сразу будет видно. Там, где подписи сторон. Там много таких страниц, да? Угу, генеральный директор, профком, РПД, ну... Российского профсоюза докеров, да? Да, 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 Российский профсоюз докеров, да. Для точности, просто определенно понятно. Да. А вот. А, и так. Нет, неправильно вы... Так, сержант, да? Вот здесь, сержант, да. Ну да, РПД, сержант, да. Да, да, генеральный директор. Там периодически у них бывает. Угу, да, хорошо. Так, ну, пожалуйста. Так, просто там достаточно есть вариативные. Ну, дело в том, что есть одно обстоятельство, что вот правком РПД по существу выступает и от своего имени, и от имени другого работника в другом профсоюзе, профсоюз работников водного транспорта. И создан единый представительный орган, руководителем является представитель правком РПД, а заместителем является председатель правком РПД работников водного транспорта. Там вот такая ситуация. Ну да. Так, ну, пожалуйста. Ну, собственно, формально, как бумага, это две части, 33 приложения, наверное, самое основное. И первая часть, это основной текст договора, это сведения о обязанностях работников и работодателей по основным аспектам сотрудничества, обеспечения занятости и организации производства, охрана труда, социальные гарантии, гарантии профсоюзной деятельности работников и прочее. В первой части также содержится описание механизма контроля за выполнением его положений, ну, это как раз о профсоюзах. Также содержится предложение по подготовке нового коллективного договора. Юрий Евгеньевич, вот такой сразу вопрос, поскольку мы еще не приступили к содержанию. Сколько, так сказать, переговоров было проведено тем самым? Несколько дней переговоров, а сколько видов переговоров тогда таким образом прошло? Если основной текст, значит, по нему. Ну да. Да, это раз. А если еще есть 33 положения, сколько переговоров получилось? Ну, мне кажется, что порядка, ну, 35-36, что-то такое. Да, порядка так. Нет, ну если 33 приложения, по каждому приложению отдельные переговоры и отдельное подписание, правильно? Плюс еще отдельно вы говорили, освещали такой момент, что коллективный договор, когда собираются все приложения, да, обычно по процедуре, он объединяется вот в такой вот документ, и существует еще, ну, как бы, процедура, когда весь документ полностью визируется и подписывается. Да. Ну, здесь без него обошлись, без потери, чего бы то ни было. Но это значит, что вот, по крайней мере, вот вся эта переговорная кампания, вот с результатом которой явился этот коллективный договор, она растянулась на, как вы сказали, 35... 35 или 36, да. 36 переговоров, да, переговоров. Нет, ну сколько документов, столько и... Ну, если 33 приложения, значит, то есть одномной текст, и 33 приложения, 34. 34 переговоров. Это значит, а был возможный путь другой. Вот сразу мы здесь видим вопрос тактики политической. Можно было, с точки зрения конфликтологов, что предпочтительнее? Вот договориться по какой-то части, да, и уже иметь, что мы с вами сотрудники, мы с вами имеем договоренности, мы урегулировали некоторые коллективные проблемы, и у нас нет конфликта, а вот еще осталось у нас вот-вот-вот-вот, и разбили на... И договорились, что мы их будем постепенно решать. И, так сказать, степень договоренности все время расширялась. То есть сначала одни переговоры закончились, потом вот начались еще одни. Уже один плюс один, потом один плюс два, потом один плюс три. А можно было по другой дороге пойти? Вот сидим, 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 и так до сих пор у нас договоренности нет. И до самого конца идут переговоры, и вот тут получилось, что все договорились, и подписывайте вы в целом, не подписывайте, это не меняет дело. Все подписаны, части составные, значит, все пункты действительны, поскольку они подписаны двумя сторонами. А если бы мы пошли по другой дороге, это постоянный конфликт, потому что, ну, наверное, за рамками этого коллективного договора же остались еще какие-то вещи, которые попали в протокол разногласий, правда? Да, очевидно. Да. Поэтому, кстати, вот из этой структуры уже видно, какая проделана за этим работа. Просто вся разница в подходе к коллективным договорам, и тут, мне кажется, имеет место тот факт, что подход был такой, что создатели договора этого коллективного проверяли каждый аспект деятельности. Ну, здесь мы найдем совершенно разные вещи вот в этих вот приложениях, да и не только в приложениях, вот даже начнем с самого начала документа, и здесь самые разные моменты. Ну, вот чтобы написать, например, о том механизме, да, и о, как это сказать, о том, как вести деятельность при разгрузке опасных грузов, вот здесь есть такой момент, что трудовой коллективный договор фиксирует каждую мелочь. Ну, например, существуют факторы влияния на заболевания, да, на охрану, как бы, труда, да, и, соответственно, здесь в коллективном договоре появляются пункты о том, что без фиксации определенного уровня химических веществ в воздухе, да, на предприятии, на рабочем месте, без, как бы, определенного уровня, да, нельзя допускать сотрудников на работу. И вот из таких мелочей складывается договор как механизм не просто разрешения конфликтов, а договор как механизм их, ну, препятствия, препятствия. А я имею в виду, что я знаю картину фактическую работу по выполнению договора, могу лишь добавить, что вот, несмотря и в связи с вот этой большой работой по охране труда, тем не менее, там постоянно переходит в разряд инвалидов значительное число докеров, они остаются в профсоюзной организации, они увольняются с этой работы, им, значит, платят, доплачивают определенные суммы же месячно, там, скажем, тысяч двадцать, вот порядка. И эта группа, она все время растет. То есть сказать, что вот эти меры чрезмерные, никак нельзя сказать. Конечно, нельзя. Например, у того же самого товарища, который является создателем этого коллективного договора, основным, Федотова, у него, так сказать, у него одиннадцать грыж межпозвоночных, он семнадцать лет проработал докером-механизатором, потом был председателем профсоюзного комитета, правкома докеров, потом был начальником консалтинга правового отдела, на сегодняшний день он был председателем профсоюзного комитета всей портовой организации докеров, куда входят разные компании, там, первая Севедорная, вторая, вот это ПКТ, Нева Металл. А на сегодняшний день он первый заместитель председателя правкома, вот этой самой ЗАО ПКТ. Так что вот эти, кажется, очень необходимые такие меры, они еще не исключают, конечно, к сожалению, инвалидность, и не исключают, ну, то есть такова работа пока. Потому что работа, конечно, травмоопасная и вообще опасная работа. И вредная. Вредная, да, и вредная. Здесь есть предусмотренные доплаты за вредность, соответственно. Но что еще хочется сказать сразу по составлению, по договору конкретно. Вот в этом договоре есть то, что мы знаем из классических определений конфликтов о том, что конфликт неизбежен, в общем-то. А если взять Маркса, то понятно, что разность в понимании реальности, да, и восприятии реальности у разных классов, она тоже, ну, всегда присутствует. То есть по-разному воспринимают работодатель, и, грубо говоря, и наемный рабочий воспринимают реальность по-разному. Но вот здесь есть то, что объединяет классы на основе этого договора, но то есть совместная деятельность приносит выгоду и тем, и этим. Объясню. Объясняю. Во-первых, работодатель через улучшение или послабление или контроль за качеством работы и за качеством жизни сотрудников получает определенные налоговые льготы. А сотрудник имеет, как это сказать, лоялти по отношению к своему работодателю и, соответственно, стремится, несмотря даже на негативные явления, стремится сохранить эту работу и тоже благодаря во многом вот этим вот условиям, созданным. И это свидетельствует, ну, как сказать, может свидетельствовать, можно говорить, о совершенно каком-то, ну, об отношении к сотрудникам и отношению к руководству, отношению к работе, собственно. И можно еще говорить о том, о понимании того, что противоречие – это единство противоположностей. И кроме противоположностей есть единство, если это единство, учесть и увидеть, в чем оно. А в чем оно? А в развитии производства. В развитии производства. В развитии производства кто-то заинтересован. Ну, рабочие заинтересованы, потому что это их рабочие места, это их жизнь. Вот. И у них нету там капитала, который они перекинут в мясную промышленность. А для работодателей они сейчас закупают такую технику, такого уровня и такую дорогую, что если вы дадите людям плохо обученным или нежелающим ее должным образом использовать, они без всяких нарушений ее порушат, технику. И это будут очень большие затраты для работодателя. И вот с учетом того, что в кабину надзирателя не поставишь, надо сделать так, чтобы работник, кто должен подумать об этом, работодатель, чтобы человек, находящийся в кабине, выполнял это не в связи с того, что вы из-под палки заставляете, а в силу понимания и заинтересованности своей. То есть, если вы меняете технику на более передовую, так повысите зарплату за освоение техники. А если вы не повысите зарплату, он будет относиться к ней как к старой. А если будет относиться к ней как к старой, она будет рушиться. Ну и могу сказать из своего опыта, что, например, есть пункт о том, что сотрудник должен постоянно повышать квалификацию, работник, да, даем? Да. Должен постоянно повышать квалификацию. Это пункт вообще, который не выдерживает большинство этих договоров, кстати говоря. И работодатели любят этим пунктом предков. Но если он прописан в договоре, то, соответственно, выделяется время, выделяются средства и выделяются часы на повышение квалификации. Что мы имеем? Мы имеем растущих сотрудников, да, и в зависимости от сочетания производительности труда и квалификации растет их заработок. Это тоже интересно. То есть, это реальный карьерный рост. Да, я еще к этому мог бы добавить, что вот складывается такая ситуация, что когда уже менеджмент, руководители этого зала по КТ уже понимают, что надо повысить зарплату, и без этого не пойдет работа. А собственники, то есть те, на кого они работают, они не соглашаются на это. Тогда работники договариваются с управляющими о том, чтобы они провели вот эту самую работу по повышению классности, уже против этого собственники не возражают. Потому что им нужны квалифицированные рабочие. После этого рабочие с повышением класса все повышают. Ну и когда это проходит в массовом порядке, то получается, что и все повысили, и все повысили зарплату, выиграли работники и выиграл, конечно, работодатель. Ну и происходит здоровое обновление, что ли, кадрового состава через этот механизм. Это механизм обновления, причем действующий механизм. Приходят на смену уже отработавшему коллективу, который повысил свою квалификацию, новые люди. И, соответственно, через обучение повышают тоже зарплату. Или новые люди, или эти люди, которые имеют известный опыт, получают, после обучения становятся новыми работниками, более квалифицированными, работающими на более современной технике. Ну и, соответственно, скажем, такой картиной, какой мы наблюдаем в других местах, на стройках или где-нибудь в дорожных работах, что там пришли гастарбайтеры. Гастарбайтеры, здесь ни о каких гастарбайтерах при такой работе высококвалифицированной речи быть не может. Это, скажем, и о тех, кто ремонтирует подъемные механизмы и погрузчики все эти, и перевозчиков контейнеров, или контейнеровозы. И тех, кто работает на них, имея в виду, что в кабине стоит вычислительная машина, в которой закладывается маршрут, в этот маршрут закладывается номер этого контейнера, из какого этажа его снять, как снять и так далее. То есть это такая работа, которую, конечно, люди при низкой кальчикации осуществлять не могут. Ну, это механизм такой. Их не заменишь, так сказать, не приведешь. Ладно, вы уходите, мы наймем других. Каких других? Где вы их наймете? Вы их будете долго учить. А чтобы сделать квалифицированную рабочую, надо, чтобы он проработал лет 13. Ну, вот ликвидируется текучка такая, как называемая. Они вообще не может быть речи на таком производстве. Ну и, соответственно, социальная выплата и социальные гарантии. Например, семья сотрудника погибшего на производстве обладает определенными льготами. Во-первых, получает там пособие, ну, как положено по закону. И сверх того, члены семьи сотрудника такого, который погиб, да, могут, имеют право в каком-то порядке особом устроиться на производство на это самое. Ну и всякие разные вещи, связанные как раз с инвалидностью, о чем вы говорили. Это тоже во многом, ну, как бы, это привлекает. А вот с другой стороны, Илья Евгеньевич, мы с вами вот в этом курсе ищем политические составляющие. Вот смотрите, какая складывается картина. Вот мы тут похвалили, коллективный договор, что здесь в случае гибели работника на производстве, он получает, семья получает некоторую сумму. Какую она сумму получает? О, это надо вспоминать. Ну, не миллионы, да? Ну, не миллионы, конечно. А если вот я просто летел на самолете и упал, моя семья получит там, ну, как видим, раз и вдруг, компенсацию миллион. А вот в шахте, если кого-то задавят горной породой, 150 тысяч или 100. То есть это вот в хорошем коллективном договоре. То есть вот видно, что разные виды работ в обществе, так или не работ, по-разному совершенно компенсируется. Вот, а что, горе, что ли, у них меньше от того, что там на работе погиб, а не в самолете? Конечно нет, но это, видимо, зависит еще от ресурса компании. Это еще зависит от того, что это на виду, а этих не видно здесь, а не в порту. Погибают они, пока мы же не знаем. Погибают, не знаем, не знаем, это никому, это не сообщается в газете, об этом не говорят по телевидению, по радио. То есть если смертные случаи происходят на производстве, ну, если сразу там 20-30 человек не убьет где-нибудь, тогда и нету никакой никоса. А вот если вдруг пожар и взорвалось что-нибудь, ну, тогда уже об этом что-то пишут. Я в свое время был, как бы сказать, свидетелем взрыва, например, на электромеханическом заводе. Это где? Случайно, на Бердском электромеханическом заводе. А Бердск находится? Это Новосибирская область. Новосибирская область, вот, интересно. Так вот, краем глаза на это дело посмотрел, и действительно компенсации были только после того, как, ну, в общем, действительно массовая гибель. До этого, в общем, никто не следил за, как бы сказать, за... Ну, не то чтобы никто не следил, трудно так огульно-то говорить нельзя, в общем, ну, как-то все не особо обращали внимание люди на безопасность именно. И когда произошел такой случай, после этого вскрыли как раз те самые истории, что... И компенсация-то минимальная. Да, умер человек, ну, не повезло ему. Да, да, и получаем в итоге мы солидные какие-то... То есть, в этом смысле, скажем, этот вопрос в государстве, как мы можем считать, не отрегулирован, потому что, как бы, разные жизни по-разному оцениваются. Уже и жизнь даже по-разному. В зависимости от того, где вы, как говорится, оказались. Где вы оказались в момент потери жизни. Если вы оказались на самолете, а цена, а если вы... Самолекомпания, да. Да, а если вы... Так не только авиакомпания, это государство. Государство. Если сгорели вы в огне, одно дело. А если вы... Вас затянуло в станок. Ну, это вот кто слышал, видел там. Так. Ну, поэтому вот с этой стороны, можно сказать, что это локальные нормы права, которым является коллективный договор, они, в какой-то мере, компенсируют этот момент. Сглаживают, чтобы совсем не было так, что вот у рабочих не было необходимых компенсаций в таких серьезных случаях. Вы, наверное, сказали, что действительно нельзя соизмерить горе финансовое, измерить его тоже невозможно. Потерю особенно, утрату человека, это вещи такие очень сложные для понимания. Всегда найдутся люди, как раз конфликт всегда действует на разностях, происходит на различиях. И мы найдем здесь ситуацию обязательно, в случае гибели кого-то всегда найдутся люди, или члены семьи, или члены, не знаю, сотрудники те же, которые найдут компенсацию малой. Но механизм таков и в этом трудовом договоре, что... Это не трудовой договор, это коллектив. Трудовой договор – это другой документ. Нет, нет, это коллективный трудовой договор, показывай пати на него. И он просто коллективный договор, он даже и не трудовой. Почему? Ну, потому что здесь, в общем, он шире гораздо и богаче. Гораздо шире, да. Но механизм заключается в том, что можно дополнить еще, если возникает необходимость, можно дополнить, например, вопрос по компенсациям и добавить его как 34-е приложение. Да, даже из этого структура как бы она настраивает на это. Еще какие у вас проблемы есть? Добавьте. Не то, что давайте конфликт как-то разворачивать, а у нас мы же договорились с вами по 35 вопросам, а давайте по 36-му вопросу договоримся. Ну, какой-то найдем, какие-то точки соприкосновения, правда? Да, да, да. Или, по крайней мере, констатируем то, о чем мы договорились. Да, ну и, конечно же, в этот договор можно вписывать, ну, смотрите, то, что сейчас происходит, да, вот эта гибкая структура, она предполагает, что в случае изменения технологии и самого процесса, да, производственного, можно также вот сюда и добавлять. Изменившиеся приложения можно переписывать и снова подписывать. Появились даже новые профессии, пожалуйста, для работников в этой профессии вот это то-то. Ну да. Но это эти работники этих профессий находятся под общей защитой общего коллективного договора, а не то, что, сказать, вас мало, хоть вы и новые, вас мало, бейтесь как хотите. Что еще? Сразу с обведения бросается в глаза, такого никогда не видел. Ну, то есть видел, но очень редко. Сразу с обведением в главный, тут стикер лежит, тут написано, появляется профсоюз. Сразу из обведения следует. Ну, тут есть права и обязанности сторон, да, понятно, договор же. Вот. Основные обязанности работодателя, понятно, что, ну, в общем, перечитать это бесполезно, все понятно, соответствует все трудовому кодексу, даже шире. Ну, например, вот смотрите, правком отдельно. Обязанности правкома такие. Сразу, первым пунктом. Осуществлять контроль за соблюдением трудового и связанного с трудовым отношением законодательства. В вашей линии настоящего коллективного договора развивать самоуправление трудовых коллективов работников. Что это значит? Ну, что появляется помимо работодателя и работника, да, такой орган, который, не то чтобы, как сказать, вот само его появление фиксирует договоренности. Сразу, начиная с, да, вся работа. И даже фиксирует этот работодатель своей подписью. Да, и подписью. То есть, для работодателя не сюрприз, а хотя они договорились, что за этим будет следить профсоюз. Это, в этом смысле, это еще и орган по контролю за законодательством, который зам заинтересован, но он решает то, что нужно работодателю. Потому что работодатель тоже не заинтересован, чтобы у него из-за нарушения, скажем, каких-то законов что-то посыпалось на предприятии. Или, например, смотрите, происходит какое-то изменение в производстве. И мы уже об этом вот сейчас только что говорили. А вот конкретно пункт 3.1 по организации производства. Правила внутреннего трудового распорядка организации разрабатывать и вводить в действие с согласием с правком. Все, нет вопросов. То есть, с одной стороны, правком следит за соблюдением порядка со стороны сотрудников, с другой стороны, контролирует работодателя. Из чего исходит здесь правком? Правком исходит из того, что, ну хорошо, вы сейчас установите правила трудового распорядка, которые резко расходятся с тем, как это понимают работники. Это будет приводить к постоянным конфликтам, ненормальности в работе, которые будут все нарушать. Ну так вы их согласуйте? Потому что правком тогда будет уже отвечать за то, чтобы профсоюз и соответствующие члены профсоюза соблюдали эти нормы. Ну и, конечно, члены правкомов и профсоюзов, они, смотрите, входят в состав аттестационных квалификационных комиссий. И они проверяют квалификацию специалистов сотрудников. То есть, ну это не просто так орган, да, который появляется просто определенный, исходя из этого коллективного трудового договора, набор функций, которые, в общем, по моей практике, по моему опыту, ну выдержан не везде, не во всех. Это большой, вообще, самый большой, наверное, плюс, да, потому что нередко, да, понятно, что, как это сказать, мы остаемся один на один с работодателем, который, ну, как бы, почувствовав нашу незачащенность, может делать все, что угодно. И вот здесь вот эти профсоюзные органы, конечно, очень сильно помогают. Потому что, ну... Вот особенно это ценно в такое время, какое мы сейчас переживаем. Сейчас у нас вот некоторые кризисные годы. Что происходит на разных предприятиях? На разных предприятиях идет сокращение зарплат, сокращение числа работников, увольнения и так далее. Что происходит вот в этой компании? Значит, я хочу сказать, что более свежий коллективный договор и проект повешен на сайте, на ютюбе, на канале Фонда Рабочей Академии, в связи с тем, что обсуждался вопрос о том, оставить ли согласование или везде вместо согласования поставить учет мнение, против чего резко выступают работники и профсоюзы, оба профсоюза, которые там задействованы. Один профсоюз докеров-механизаторов, профсоюз докеров, и второй профсоюз работников водного транспорта, в котором состоят работники механизации. И вот оба этих профсоюза настаивают на том, чтобы согласование оставить. В этой ситуации, добиваясь этого требования, они прошли всю процедуру, которая предусмотрена при организации забастовки, и остановились на последнем рубеже. То есть завтра они приносят документ, то есть собирают конференцию, объявляют забастовку. Вот на этой стадии они продолжают вести переговоры. К забастовке не приступают, не приступают, потому что хотят договориться. Работодатели с этим считаются, что работники не идут на это в интересах производства. В то же время работодатель пытается решить свою проблему, сократить как-то количество работников. И что мы какие там стали наблюдать явления в последнее время? Значит, во-первых, работодатель повольнял не членов профсоюза. Потому что члены профсоюза защищены, члены профсоюза, нельзя его без согласования уволить, раз. Во-вторых, работодатель стал думать, как ему освободиться от пожилых людей, за которые не так будут держаться это место, которые уже пенсионеры и пенсию получают. И, так сказать, они готовы идти. Он и стал предлагать, скажем, кому пять окладов, кому семь, кому восемь. И приглашать, и предлагать, вот вы сейчас, скажем, оклад у него 90 тысяч, сейчас он получает 90, вот получаешь пять окладов, вот так прикинул, 90 на 5, 450 тысяч. Ты получаешь 450 тысяч, находишься с хорошей, спокойной работой, более легкой, чем докерской, потому что она и тяжелая, и вредная, и ему тоже надо подумать, что он уже докером отработал, скажем, много людей, которые на дно ухо оглохли, у которых, так сказать, руки постоянно болят, потому что вибра, так сказать, болезнь уже, и так далее. Поэтому работодатель с ними беседует, предлагает, и численность сократилась. Но ушли, а, в итоге, не члены профсоюза, б, более пожилые. Состав стал более молодым. Обновили. Обновился тем самым. И вот что интересно, что в этой компании сейчас нет ни одного работника, который бы не был членом профсоюза. Вот это вообще исключительный случай, потому что… История научила. Есть полно предприятий, в которых ни одного члена нет профсоюза, а тут нет ни одного человека, который не состоял бы либо в одном, либо в другом. Это, конечно, заслуга вот такого составления и принятия такого коллективного договора, потому что люди понимают, что члены профсоюза защищены, за членами профсоюза стоит профсоюзная организация, и их общая организация, их коллективная защита. А если, так сказать, вы не член профсоюза, то, в общем, вы остаетесь один на один. А один на один, понятно, он, так сказать, никакой спор выдержать тут не может. Да, да. Собственно, об этом и речь была. Что еще? Такие формальные вещи, что компания, которая организует сотрудникам разные социальные льготы и является социально ориентированной, получает послабление в налоговой отрасли. Можно сказать, что таким образом коллективный договор еще и здесь отмечается, потому что конкретно для отчетности можно показать коллективный договор в конкретных его приложениях и тем самым налоговую нагрузку убавить. Это, наверное, все говорят, самое распространенное, когда видят этот коллективный договор, но в общем как-то коллективный договор, да, и понятно, что работодатель, у него появляются интересы. И масса таких интересов на самом деле. Когда мы создаем различные комиссии от правкома, не мы создаем, а когда работодатель поддерживает создание разных комиссий, он ведь контролирует не только, как сказать, не только соблюдение там, не знаю, правил, но и при помощи правкома и вот этих всех профсоюзных органов контролируется производительность труда сотрудников, часто забывают на других предприятиях. Мне кажется, здесь нету, не отражено вот это до конца, но тем не менее можно было бы дать еще более жесткую правкомам контролирующую функцию, да, вплоть до, там, не знаю, написания. Хотя это, конечно, спорный вопрос и всегда будет, ну, не знаю, возможно, эта функция еще сильнее будет как бы поводом для конфликта, да, какого-то, но мне вот кажется, что все-таки можно было бы как-то в этом направлении работать и дальше, потому что, ну, профсоюз, понятно, и правкома будут получать всегда какие-то свои права, да, все больше. Ну, это естественный процесс расширения вот этих вот обязанностей и функций. Вот в этом смысле, да. Про сотрудников, наверное, сказал самое основное, по пунктам. Здесь, по-моему, перечислять как-то смысла нет, нужно весь трудовой договор читать, вот, в смысле, имею в виду коллектив трудовой договор, вот, и думаю, что какого-то конкретного перечисления здесь не требует, вот, по основным параметрам, в общем, прошелся. Думаю, что у меня все на этом, вот, и если у вас какие-то конкретные вопросы возникают, задавайте. Ну, вот, как вы считаете, вы познакомились с одним из самых хороших договоров, а как вот вы оцениваете, многие ли предприятия имеют вообще коллективные договора? Мне кажется, что это меньшинство, подавляющее меньшинство предприятий, потому что для того, чтобы такой коллективный договор и проект такой создать, сотрудники, во-первых, наемные рабочие предприятия должны обладать определенной квалификацией, во-вторых, это определенные ощущения, самоощущения себя в мире, да, это, видимо, образование, это объективная оценка самого себя и своей деятельности в реальности, да, это не свойственно большинству людей, конечно, поэтому мне кажется, что именно коллективный трудовой договор, он, может быть, и присутствует, да, но такого качества добиться очень трудно. Да, я могу только добавить к тому, что вы сказали, что вот многие докеры имеют не только высшее образование, и два высших образования, а некоторые и три высших образования, то есть это люди очень грамотно квалифицированы, во-вторых, вот они свободно, конечно, говорят, я вот многократно присутствовал на переговорах в администрации с работниками, работник с администрацией, в них порядок такой, одно заседание ведет, там, скажем, первый заместитель генерального директора, второе заседание ведет кто-то из докеров, такая картина, причем не председатель правкома, не первый заместитель председателя права, они участвуют, там, я вот участвовал в качестве консультанта, ведет кто-то из рабочих, поэтому, причем, вот, обязательно по очереди один, теперь протоколы, они ведут представитель работодателя и представитель работников, потом составляют единый протокол, если у них находится разногласие, два протокола прикладывают к этому заседанию, пошли дальше, потому что бывают такие случаи. Потом, скажем, интересным документом очень является протокол разногласий, какие бы вы переговоры ни вели, вот по этому вопросу вы достигли согласия, а вот по этим вопросам не просто, что вы там не согласны, а вот позиция работников и обоснования, почему они так считают, вот позиция работодателя и тоже, почему они так считают, причем это расписывается, значит, слева одно, справа другое, вот здесь позиция работодателя, здесь позиция работников, а подписывается совместно, почему? Потому что, ну, мы с вами имеем разногласия, но мы не имеем разногласия по поводу того, что у нас разногласия. Мы-то можем зафиксировать, как культурные люди, что у нас в этом разногласия, подписываемся. Но бывает и тут разногласия, когда разногласия в подписании. Тогда каждый составляет свой протокол и идут дальше. То есть тоже не зацикливаются, где сказать, вот мы с вами там не подписали. Ну не подписали, бывает, пошли дальше. То есть вообще вот эта работа, можно сказать, конфликтологическая, в том смысле, что они не зацикливаются на конфликтах, а они их всё время разрешают и двигаются в этом. И к этому, можно сказать, привыкли уже и представители работодателей, и работодатели друг друга хорошо знают, уважают, потому что участвуют в переговорах со стороны работодателя вот в этой компании всегда. Ну генеральный директор обычно на переговорах не присутствует, он присутствует, когда докладывает о выполнении коллективного договора. Генеральный директор на конференции работников докладывает о выполнении коллективного договора, а ему, значит, выступают там с места, говорят, а это почему, а это потому, а он им объясняет и так далее. В то же время он дает уже как руководитель определенные обещания, это вот служба, это выполнит, это выполнит. Поскольку есть документ, он принимается, он и принят как локальный нормативный акт, и поэтому здесь уже не обсуждается вопрос, это мы не будем делать, обсуждается вопрос, что если кто-то из администрации это не сделал, значит, он будет делать. Или если работники не обеспечили то, что было прописано, то генеральный говорит, так вы же это не сделали, не обеспечили, мы вам подогнали корабль, а вы где-то почему-то задержались и так далее. То есть это очень, безусловно, важно, чтобы вот такой двойной контроль. А что касается служб, кто там еще присутствует? Присутствует главный экономист, присутствует юрист. Обязательно. И они занимаются всеми, и помимо этих переговоров, они еще имеют рабочие встречи по соответствующим разделам в порядке подготовки к соответствующему заседанию. Допустим, заседание раз в неделю. Значит, докеры и механизаторы освобождаются, как положено по закону, до трех месяцев с оплатой по среднему. Оплата немаленькая, скажем, человек получает. Ну, так бы он работал, может, 90 получил, а так он 80 получает, потому что он 90, у него там какой-то приработок был, может быть, премия. Он 80 тысяч получает, но он только сидит и занимается этими делами. Если затягиваются переговоры, администрация, она уже не может оплачивать, по закону она оплачивает до трех месяцев, тогда должны другие представители направить профсоюз, значит, оплачивать другим. Идет, продолжается это самое обсуждение и дискуссия, и все понимают, что, с одной стороны, это затраты, а с другой стороны, лучше только затратить на разговоры и переговоры, чем вы затратите потом на бессмысленное, так сказать, перетягивание каната, которое происходит в случае какого-то разгоревшегося конфликта. Даже вот надо сказать, что когда докеры идут, а они это часто, идут в ходе переговоров, а не для того, чтобы склонить другую сторону к гибкости и мягкости, на переговорах они проводят такие мероприятия, как работа строго по правилам. То есть вот неделю каждая бригада, а бригада по 100, по 150, по 200 человек, каждая бригада должна поработать строго по правилам. Это что значит? Что вот она в замедленном темпе, то есть именно каждый раз внимательно смотрит, что она должна сделать, аккуратно выполняет, исполняет. К ней никаких претензий администрация предъявить не может, поскольку это высококуприцированные работники, они все строго делают. Но скорость получается, ну, это же мне не 60 километров, а 3 километра. Ну и, соответственно, движение и так далее. Ну, это мог бы я и тут продемонстрировать. Вот я вместо того, чтобы говорить в таком темпе, как сейчас с вами говорю, я сейчас буду вам говорить, я же говорю, я же преподаю. То есть это же можно тоже делать. Вот, то есть надо сказать, и это причем, так сказать, обоснованно, поскольку большая травма, опасность, в целях безопасности мы не должны подвергать опасности работодателя, потому что ему придется выплачивать потом все эти пособия, связанные с тем, что человек получил травму. Вот, но поскольку это делается не в раз, как бывает, в забасовку, а вот одна бригада, завтра другая бригада, после этого, вот каждая бригада проработает должна неделю. Ну и, значит, в течение месяца стричет организация. И, ну, так сказать, грустит, конечно, работодатель, но он ничего сказать тут не может, он достаточно умный, тоже понимает, что, ну, люди как-то убеждают нас в том, что надо пойти навстречу. Убеждают. Зачем они могут убедить? Ну, свои организованности. Видите, как они ювелирно это делают? Это убедительно, потому что если было неубедительно, они что-то нарушили, а ничего не нарушают. Или, скажем, такие используются средства, как, ну, вот, обычно у них переуполнение норм, там, 185-187 процентов. И вдруг начинает нормы переуполнять на 101 процентов. Ровно 101 процентов выполняют. Почему 101? Потому что если будет 100, может быть, не ошибешься, и будет 99, это же нарушение. 101. А тут 101. Ну, 101, 102. Выше нормы. Может потребовать работодатель, чтобы обязательно работали их больше 103 или 103. Не может. Это он желает, чтобы было 189, но, ну, до 101. Ничего не повезет. Второе, значит, сверхурочные работы. Просит сверхурочные работы. Если человек хочет отдавать там кредит, а кредиты они берут, ипотека есть, значит, надо зарабатывать. Ну, вот, принимается решение профсоюзным комитетом, все, работаем сейчас без сверхурочных работ. Согласие никто не дает. Ни в индивидуальном порядке, ни в официальном порядке профсоюза. Значит, без сверхурочных работ, значит, все, объем грузов резко сразу сокращается, более чем полтора раза. Что может сделать? Нет, никакой запасовки нету. Никакой запасовки нету. Но это во время переговоров очень сильный аргумент. Давайте все-таки решать этот вопрос как-то. Или, скажем, работа в выходные дни. Она практикуется. И то же самое. Очень сложно. Некоторые работники, несмотря на даже принятые профсоюзным решения, бывают такие случаи, они начинают все равно выходить. Сверхурочные. Потому что им нужно деньги срочно заплатить. Так их объявляют штрихбрехерами, что они такие. Нарушают общие договоренности и общий фронт. Но если они не выходят, нельзя же заставить человека работать в выходные дни. В итоге, вы знаете, этот виадук на юге от метро Автово сразу выходит. Он построен в связи с тем, что во время большой забастовки 10 лет назад в порту применялись вот такие формы воздействия на работодателя, и образовались огромные очереди вагонов. Все там было заставлено, и там было невозможно проехать. Но теперь есть виадук, можно переехать, этот виадук. Да, построили в связи с этими делами. Поэтому разумно действует. Они же свою основную норму выполняют, причем больше, чем на 100%. К ним предъявить никаких претензий нельзя. Ну, как бы вы не идете нам навстречу, а у нас энтузиазма нету. Какого нет энтузиазма? Перерабатывать каждый день? Нет энтузиазма сверхурочно работать? Нет энтузиазма работать в выходные дни? Нет энтузиазма делать норму больше, чем на 101%. Ну, нет. Вот люблю я вас, но нет такой степени, что прямо уже что-то обнимают. Ну, что делать? Охлаждение некоторых чувств и так далее. Которое не доводится до разрыва, не доводится. В общем, и сейчас вот оформлена, можно сказать, вся забастовка. Ну, такое не проводится. Остановки работы не проводятся. И в порту, и другие были случаи, когда объявлена забастовка, и вот идет генеральный директор второй севедорной компании, Остлан, спрашивает, ты работаешь или бастуешь? Один говорит, я работаю. А второй, он же вот такой продвинутый, он знает, что сейчас забастовка. Но не прекратили работу, а уже оформленная забастовка и объявлена, и она идет. Потому что во время, значит, забастовки, забастовочный комитет уже функционирует, и он может, приостановив забастовку, приостановив. Это он всегда сделает, может, своим решением. Он может уведомить за три дня и в другой форме проводить. Допустим, полтора часа мы не работаем с утра, и полтора часа не работаем с вечером. Или после обеда еще часик. Человек на сытый желудок, не надо уже бежать так сразу работать и так далее. То есть, поскольку он это может делать, но он пока не делает. Другого спрашивает, Геннадий, ты что делаешь, работаешь или бастуешь? И тот едет на погрузчике, все, грузит и говорит, я постую. Разные люди по-разному отвечают. Одни работают, другие постуют, но все спокойно работают, выполняют свои обязанности, как обычно. Отлажена процедура. То есть, люди ведут, так сказать, коллективный трудовой спор, они настаивают на своих требованиях, они защищают свои интересы, но они при этом понимают, что производство – это их общее дело, и, так сказать, и кормилицей является это производство. Поэтому не надо его рушить. Вот просто так. И вообще показывают опыт, чтобы сохранить предприятие и на Западе тоже, скажем, существует даже занятие предприятия работников, чтобы его не закрыли, чтобы его не продали, и чтобы, так сказать, оно не прекратилось существование. В Бельгии в том числе, во Франции и так далее. Так что для нас это ценно. И наоборот. Вот не было такой же вот такой борьбы, такой ситуации в том же самом ЗИЛе, а на ЗИЛе сколько было человек изначально? 120 тысяч человек. Где этот ЗИЛ? Нет этого ЗИЛа. Нету. Причем одним из последних вот разрезали цех, в котором стояли роботы, которые собирали автомобили. Вот цех роботов был распилен на части и всяк. Так, понятно. Ну что, вот тут очень полезно и у вас... Ну да, вы сами сказали, и просто хотел еще один. Дальше все процедуры. Все вот это, и в том числе, по большей части, это процедура. И отлаженные процедуры помогают сохранить климат. Это тоже то, о чем мы говорили. Сохранить климат на рабочем производстве. Да, и сохранить, собственно, само производство. Примеры, а пример еще есть какой? АвтоВАЗ у нас из таких. Ну, это, в общем, и тоже повторение. Просто каждый раз боюсь... Ну, зато АвтоВАЗ, вы видели, как там вдруг в один прекрасный момент трассы 20 тысяч уволили. Да. Ну вот. Тут такое возможно? Нет, такое невозможно. Здесь возможно увольнение. Здесь возможно даже сокращение. Вот после сокращения, сейчас по согласованию, и сейчас в итоге более молодой и более квалифицированный состав оказался. Да, это вот как раз точно хотелось бы сказать, что да, квалификация, повышение квалификации делает работника неуязвимым, да? Да. Не, как это сказать, уверенным в себе. Ну и потом, да, вот с одной стороны идут такого рода разговоры, что вот надо внедрять научно-технический прогресс, нам нужна умная экономика, нам нужны нововведения. Кто это будет делать? То есть для этого нужны быть не такие работники, озлобленные на свое начальство, а такие работники, которые понимают, что со всяким изменением и улучшением в производстве, ну сразу повысится и изменится его не только квалификация, а и заработная плата. И изменяющий характер труда. Да, и характер труда, и условия труда, и так далее. Да, потому что здесь еще вот за рамками того, что есть в этом коллективном договоре, надо понять, что изменение условий труда, если оно сводится только к охране, то есть вот есть опасные виды работ и есть охрана труда, то вы охраняете себя той техники, которая есть. А если вы хотите изменить вообще условия труда, там что-то автоматизировать и что-то сделать безопасным, для нас надо другую технику. То есть тогда работники должны вникать в создание, в процесс создания техники, чтобы эта техника была благоприятна для них. Кто это может лучше сделать? Можно это без работников сделать? Практически это невозможно. Поэтому люди, которые это конструируют, они должны с этим считаться, а для этого они должны советоваться с толковыми, очень умными и очень опытными рабочими и очень знающими, которые могут помочь доработать соответствующую технику. Иначе эта техника сработает в отрицательную сторону, что тоже очень важно. Вот эти докеры, я не знаю, заметили ли, есть такой пункт, что администрация обеспечивает ознакомление рабочих докеров с работой на других предприятиях. Что это означает? Это за счет предприятия. Товарищи поехали в командировку в другие страны и посмотрели, как в Бельгии, как во Франции, как там работают. И они выяснили и увидели, что труд тот же, квалификация у нас такая же, производительность труда такая же, зарплата меньше. Они оттуда приехали и сказали, так, давайте уж как-то сделаем выводы. Потому что мы работаем на той же технике. Причем техника у них японская. Так, и там такая же техника. Выполняем ту же самую работу. Выполняем не ниже уровня. Если это будет соревнование, там мы не проиграем. А почему у нас такая зарплата? Почему? Ну так у нас же тут рубли, извините. Говорят, а вы все вот эти работы, они оплачиваются в долларах, потому что речь идет об экспорте или об импорте. Поэтому вообще, так сказать, при чем тут рубли? А как же так получается? Там это вот столько долларов. Почему у нас зарплата вот такая-то доля, а там такая. Понятно, что когда они ставят вопрос, а сколько у вас доходов, на этот вопрос он никогда ответа работодатель не дает. Он стоит очень твердо на этом, и сколько не было попыток со стороны правкома поставить вопрос, какие у вас доходы, это закрытая тема. И не потому, что это что-то секретное. Секрета тут нет, а просто не говорят. Секрета нет, не скажу, не скажу. Еще прямо вот, значит, непосредственно на переговорах настаивает, что вы в соответствии с законом обязаны предоставить информацию, необходимую для введения коллективных фигурок. У нас, у вас понижается доход или повышает хотя бы не объем, а военная тайна. Ну что, после этого вы представители работодателя. И я вот наблюдал эту картину, ни разу не было, чтобы это, поэтому вот у нас есть наивные профсоюзные работники, говорят, мне нужно знать, какая у вас прибавочная стоимость. Начитался капитал Маркса. Ну кто вам скажет, какая прибавочная стоимость? Ни один капиталист не скажет. Ни один капиталист никогда не скажет. Скажет, у нас плохо, все плохо. Да и говорят эти работники, ну давайте мы с вами вместе поплачем, так сказать, вы к нам на грудь придете и припойдете, и мы будем вместе ждать с вами. Нет, не скажем вам. Поэтому, конечно, в общем-то люди довольно представляют. Хотя был во время переговоров такой момент, как говорят, вы тут рассчитали, что у вас для нормальной зарплаты вам нужно приобретать автомобили. Да, говорят, нужно, а как? Вот у нас 12-часовая работа, мы должны приехать утром рано. Так, в 8 мы должны начать уже работу, приезжаем мы за час за полтора. Так, и убыть мы должны, значит, до 12 часов, 12 часов у нас смена. И убыть мы должны, соответственно, значит, трамвай, который шел от авто, дорога на Турухтанные острова, вот там ПКТ находится, так, значит, мы по ней проехать не можем, там трамвая нет, общественного транспорта нет, а что вы нам предлагаете? Ну, говорит, вы уже там вот хотите на автомобиль. А вы, говорит, что на автобусах, не на автобусах ездите, товарищи, уважаемые граждане, представители работы, давайте вы тоже, давайте, если вы считаете, что у нас очень шикарно, давайте тоже, вот мы на Жигуле написали, давайте вы тоже на Жигулях проезжайте. Или давайте мы напишем те марки, которые у вас, вы же за чей счет это делаете? За счет доходов? А доходы от чего? От нашего труда, мы же понимаем. Или другой пассаж на переговорах. Хорошо. Вы считаете, что вы такую колоссальную, так сказать, ответственную работу совершаете, поскольку вы там закупаете технику, да, хорошо, давайте вашу технику мы возьмем в аренду, так, а, соответственно, прибавочная стоимость, прибыль вся нам. Вы у нас берем в аренду, сколько вам надо платить за эту технику? Все. Мы организуем это дело, все наладим. Давайте, ну, как-то сразу вопрос сворачивается. Да, сворачивается. Да, сворачивается. И тут, так сказать, люди, когда они понимают, что имеют дело с очень толковыми людьми, надо сказать, что руководство, БКТ, рабочие знают, ну, вот, знают, с кем оно ведет переговоры и прекрасно понимают, что это не лохи, которых просто обманешь, это люди, которых надо убеждать, объяснять, доказывать, ну, и, в общем, надо находить с ними компромисс. Вот как даже и в этом случае, когда составлен был договор после длительной, очень, так сказать, борьбы, и вдруг, так сказать, собственники сказали, а мы подписывать не будем, все в целом. Ну, вот, ну, не будете подписывать, не надо, нам важно, что вы подписали, все по частям, каждый пункт подписан, поэтому все выполняется, важно сослаться на соответствующую страницу, мы сейчас издадим это все, издадим красиво. И издали красиво, и все, и тут все, машина пошла. Так что это очень хорошо. Ну, что, Илья Евгеньевич, очень хорошо, спасибо. Я думаю, что это полезно. Для вас и для дела. Это моя прям копия, я дома хороню, у меня лежит прям дома, это мой документ, еще и оставшийся звук лауреата. Да, хорошо. Это прекрасный документ, на самом деле. Что еще хотел сказать? Я видел не один, это не первый такой договор, документ, который я видел, похожий, но этот, наверное, действительно самый лучший. Как раз вот именно проработанность это поражает. Тут больше ничего не скажешь. Так знать производство, так знать свою работу, чтобы, знаете, до такой степени нужно очень любить то, что ты делаешь. В любом производстве самое главное, любить свою работу. Ну, и квалификацию надо, чтобы эти вот все… Знаете, какой тут труд? Это вот, скажем, проработать столько сторон деятельности, и настолько конкретно. Это же они, кроме основных, так сказать, таких договоренностей, которые решаются на заседании, еще разрабатывают с соответствующими службами, ну и довольно плодотворно, потому что когда направление задано, в общем, люди понимают, что от этого взаимодействия зависит дальнейшая работа. Поэтому знают там, рабочие знают хорошо, так сказать, руководителей соответствующих служб, с ними договариваются. Ну и в текущей работе это все упрощает всякие там отношения, взаимодействия. То есть это вот, можно было бы что сказать по этому поводу, что как мы рассматриваем вопрос в конфликтологическом плане, дескать, вот конфликт, надо его разрешать. А нельзя ли наоборот сделать? Вот мы подумали, по каким вопросам могут быть конфликты, и нельзя ли, подумав о том, на какой почве будут эти конфликты, договориться о том, как мы будем действовать по этим вопросам, чтобы конфликтов не было. Это называется как? Это называется предупреждение конфликта. Как мы будем, значит, будем заниматься здравоохранением, то есть здоровье укреплять, или лечить будем больных? Это же та же сумма темы в медицине. Вообще, если заниматься здравоохранением, надо строить, значит, во-первых, заниматься физкультурой, значит, иметь дома отдыха, иметь санаторий, и людей туда направлять, в пансионаты, чтобы они отдыхали на свежем воздухе, чтобы они занимались физическими упражнениями, чтобы они развивались и были неподсилены, так сказать, болезнями. Можно сделать по-другому. Вот если вы заболели, мы очень купим высокоточную, эффективную аппаратуру, будем вам делать и магниторезонансную, так сказать, томографию, будем и компьютерную томографию, и потом мы вам будем процедуры всякие сложные делать, и вы уже не будете так ковылять, как вы ковыляете, будете легче ковылять. То есть, ну, понятно, не всё можно излечить, поэтому лучше предупредить, чем лечить. Поэтому вот в этом смысле, в смысле предупреждения, это вообще ставит вопрос в плане по-другому, в плане конфликтологии, что давайте думать, на каких пунктах, где и по каким вопросам могут быть конфликты, и как их предупредить. Например, вот мне пришлось, приходилось однажды доказывать генеральному директору, он на переговорах как раз присутствовал, первой севедорной кампании, что можно одновременно увеличить заработную плату и одновременно повысить прибыль. Как это, говорит, может быть? Ну, как такое может быть? Либо прибыль, либо зарплата. Я говорю, ну, давайте считать. Вы покупаете новую технику, так? Вы покупаете новую технику и повышаете тем самым производительность рабочих. Потому что, если рабочие быстрее делают, это не повышение производительности труда, а повышение интенсивности труда. Так мы будем говорить о повышении интенсивности труда или о повышении производительности труда? Если о повышении производительности, нужна другая техника, которая позволяет при, скажем, такой же частоте движений получить совсем другой результат. Вот вы повысили производительность труда. Значит, за то же самое время это же количество работников произведет больше результата. Какой тут результат? Перегрузка. Значит, если вы перегружали 30 контейнеров, будете перегружать 40 или 50 контейнеров. Значит, есть у вас расценки на перегрузку каждого контейнера. Значит, есть себестоимость перегрузки. Себестоимость или издержки производства. Затраты на перегрузку, они, получается, значит, если вы зарплату повысили, тоже повысили, наряду со производительностью, но не в такой степени, скажем. Производительность труда выросла в 2 раза, а зарплата выросла в 1,5 раза. Что происходит с затратами на перегрузку одного контейнера? Доля зарплаты в затратах на перегрузку одного контейнера сократилась. А раз сократилась доля зарплаты, сократились издержки. А раз сократились снижения, у вас увеличилась прибыль. Значит, увеличение прибыли совместимо с ростом зарплаты. Другое дело, что вы тогда должны придерживаться этого правила, что производительность труда должна расти быстрее зарплаты. А если у зарплаты будет быстрее производительность, тогда у вас будет действительно сокращение прибыли. Но это же, так сказать, процесс, который не вызовет отторжения у рабочих, если производительность труда будет расти, прибыль у вас будет расти, но они будут следить за своей зарплатой, в первую очередь, она у вас постоянно растёт. И вы будете обогащаться, а они будут получать все большую и большую реальную зарплату. То есть, рост реальной зарплаты вполне совместим с ростом прибыли при одном условии. Если вы идете по дороге, действительно, повышение производительности труда, оснащение новой передовой техники. Ну, идите, продолжайте, это ваше дело. Вот непосредственно кто это должен делать? Вы собственники. Раз вы собственники, так вы должны этим и заниматься. Другое дело, что посоветоваться с рабочими, как освоить эту новую технику. Потому что всякая новая техника требует определенный период проходит. Освоение. И это соответствующее обучение. Ну, соответственно, вы должны переучить или научить, или повысить квалификацию рабочих. Наверное, тоже надо некоторые затраты. Но эти затраты тоже окупаются. Потому что затраты на обучение, они, конечно, меньше. Когда они рассчитываются на эти самые перегруженные контейнеры, получается тоже снижение этих затрат. И в итоге вы получаете прибыль. То есть, вот если вы такой дорогой пойдете, если вы это запланировали, это заведомо малоконфликтный образ здесь. Или наоборот, дескать, что бы ни было, это вообще вас техника не касается, если я работодатель, могу так сказать, мое дело техника, ваше дело работать. Сколько мне делать, какой техники я покупаю и так далее. И думаю, что я купил хорошие высокопроизводительные техники, а вас не собираюсь к этому делу подпускать. И что получается? И получается, что не освоена эта техника. А почему вы думаете, что он будет ее осваивать? Вы его зарплату не повышаете, вы квалификацию не повышаете. Он к этой новой технике относится как к старой. Ну, посадите туда еще начальника, там, надсмотрщика и так далее. Вы еще над каждым рабочим сделаете надсмотрщик. Еще одного человека, который ничего не делает, а только смотрит за тем, как работают другие. Вы потерпите, а этот надсмотрщик должен быть дорогим, и вы тем самым потратите огромные деньги, а результат будет нулевой. Все окажется в прогрессе. Поэтому, в общем, да и все развитие капитализма показывает, что в конечном итоге, вот не отрицая того, что капитализм строя эксплуататорский, что он связан с тем, что часть труда превращается в прибавочную стоимость, а другая часть труда только идет на зарплату. Но в целом-то рост заработной платы идет, благосостояние идет, повышение квалификации идет, образовательный уровень растет с итогом, хотя он растет при постоянном взаимодействии, в том числе и в борьбе противоположности между работниками и работодателями. И, скажем, мощное рабочее движение добивается определенных требований, например, сокращение рабочего дня, и повышение заработной платы, улучшение условий труда и так далее. И совершается в обществе прогресс. Если мы даже еще шире возьмем, посмотрим по способам производства, ну, понятное дело, что одно дело, при первобытном коммунизме, как жили люди, трудящиеся, как мы сейчас сказали, и как жили рабы, как жили крепостные, и как живут работники. Скажем, у Ленина в работе развития капитализма в России как раз делается сравнение, как живут крестьяне крепостные в деревнях, и как живут рабочие, и какая сила влечет их в город. Влечет их в город повышение благосостояния. И люди уезжают из деревни, и переходят в города, и если бы этого перепада не было, ну, кто бы поехал из деревни, так сказать, от свежего воздуха, от парного молока, от красивой природы, поехал бы в эти города, где бы его тут поставили к станку, если как писал Маяковский, а у станков худой и горбатый встал рабочий класс, как у него там говорится, в поэмилове ищении. Город грабил греб, грабастал, глыбил пузо, касс, а у станков худой и горбатый встал рабочий класс. Или он дальше пишет, что «Бухгалтер лысый черт пощелкал счетами, буркнул кризис и вывесел слово расчет». Такого не было, у помещик вас не рассчитает, вы на Барщине работаете, но вы там защищены в известном смысле, а в случае неурожайного года помещик же не хочет, чтобы умерли его крестьяне. На чем? Это его? А здесь такой картины не может быть, как в наше время, если не заключили трудовой договор, заболел человек, его так аккуратненько за забор вынесли, положили, и все, и вопросов никаких больше нет, он никакого отношения к этому предприятию не имеет. Вот и сейчас говорят, государство у нас, с одной стороны, вроде сильное и могучее, особенно в своей правовой части, принудительное, потому что, вот они, это может быть, тут быть всякие серые схемы или серые зарплаты. Скажется, так а в чем дело? Кого наказали за то, что он делает эти серые схемы, и серые, никого не наказали? Или сейчас, вот и ровно сейчас обсуждается вопрос, который подняла уже, он раньше поднимался экономистами, и я в том числе об этом не раз говорил, о том, что необходимо перейти к прогрессивной системе налогообложения. И вот, товарищ Силуанов сказал, что вопрос обсуждается о том, чтобы с 2018 года перейти, теперь Ольга Голодец у нас, которая специалист по социальным проблемам, она тоже об этом говорит, дескать, давайте освободим от налога от низкооплачиваемых, что же вы, тогда уже начали придумывать карточки для них, для этих самых бедных, так может мы их освободим от налога, если мы карточки начинаем даже придумывать, сейчас вот всерьез этот вопрос обсуждался, потому что люди голодают. Так, давайте это сделаем. Во всех странах есть, а у нас нет. Нет, мы, говорит, к этому не готовы, будет иначе, сейчас объясняет тот же самый Игорь Шувалов, первый вице-премьер, иначе могут быть серые схемы, увода от налогов. Что же за государство такое, которое, так сказать, не верит в свои возможности обеспечить, чтобы платили налоги? Это же его прямые функции. Для чего существует прокуратура, так сказать, для чего существует налоговый институт? Это еще и кризис в принятии решений. А? Это еще и кризис в принятии решений государства, которое не может принять, даже самое простое, элементарное. Не может принять, не может осуществить, потому что они не будут оформлять, они не будут платить. Не платить, но закрывайте такие фирмы, которые не платят. Следите. Отправляйте в тюрьму тех, кто уходит. А ведь неуплата налогов во всех странах карается самым жестким образом. Я не знаю, чтобы у нас сильно карали за неуплату налогов. Я тоже не слышал. Так что вот такие, такого рода появляются проблемы. Ну, во всяком случае, вот мы в плане обсуждения коллективного договора убедились в том, что это действительно вот тот такой локальный нормативный акт, который продвигает право вперед, в сторону прогресса, правильно? Поскольку это же права, это же решение прав работников, правильно? И значительное расширение прав работников по сравнению с тем, что записано в законе. А вот если мы пойдем дальше и подумаем, у нас получается так, что если мы такую картину будем наледать на многих предприятиях, такой, скажем, договор не секретный, имея вот такой проработанный коллективный договор, легко сделать на любом другом предприятии. Только вместо, так сказать, одних функций пишите другие, вместо докеров пишите тех работников, которые у вас есть. То, что не может относиться, крепления грузов же не будет там. Такого не будет, скажем, приложения, но будет другое, связанное с мукой или с мучной пылью, допустим, если это вещевая промышленность. И тогда можно говорить о другом проекте коллективного договора. Для этого нужно этим заниматься. Или иногда вот такая типичная ошибка у тех, кто идет на переговоры, новенькие профсоюзы, или они решили, вот они только еще образовались, говорит, мы пойдем на переговоры вместо чем, вы пойдете. Кто вы такие? Ну, формально они могут даже представлять, если они больше половины членов профсоюза имеют. Формально вы имеете. Но как можно идти пустыми на переговоры? Вот прежде, чем появился такой коллективный договор, появился проект. Этот проект был распечатан для всех компаний морского порта Санкт-Петербург. Отдельно. Но не указан номер компании. Работодатели, такой-то зал и все, и пропуск. А и работники такого залу и прочее. И вот этот типовой проект коллективного договора обсуждали. Раздали каждому, каждому работнику, ну, это даже и затраты со стороны профсоюза. Надо сказать, что профсоюз докеров отличается в том числе и от других профсоюзов, что он собирает взносы не 1%, а 2%. То есть, 1% на поддержание штанов, так сказать, профсоюзным работникам, а 2% на забастовочные фонды, на фонд, с помощью которого они обеспечивают публикацию соответствующих материалов, приглашение специалистов, получение заключений по поводу, скажем, изменения работы, труда и охраны труда и так далее. И вот, это все было напечатано, роздано каждому, причем обсуждали этот вопрос, я скажу, ну, не каждый же будет печатать, не будет, но одно дело, я вот вам дал, вы можете это не читать, но вы не скажете, что вы не знакомы. Это уже ваше дело, это ваше дело, что вы это не читали. Ну, вот, кроме этого, нужно, конечно, делать выжимку из этого коллективного договора, вот как вот вы, то, что вы вот делали некоторый анализ, а вот если бы вы делали анализ такой агитационный для работников, почему надо за такой проект выступать, вы бы должны на страницу написать, вот какие самые хорошие пункты, за которые нужно стоять, вот, скажем, за согласование с профсоюзом таких-то вопросов, раз, тогда по вопросу о том, чтобы зарплата у вас росла быстрее, чем инфляция, два, так, значит, какие компенсации в случае там, травмоопасности, три, за вредность оплаты, за вредность оплаты, и потом прибавление к отпуску, сколько дней, один или два или пять, ну, вы решаете это, в зависимости от того, что заработает. Ну, или как показывает опыт, как показывает опыт, ну, вот, докеров, морского торгового порта, бастовать никто за 10% прибавки зарплаты не будет, если вот такие требования выставлять, не получится забастовки, а за 30% будут, это 30% вы выставите, может, вы закончите свою забастовку, в результате 10, если вы начнете из 10, вы кончите тремя, это за 3% будет бастовать, бастовать, это значит зарплату не получать, это вообще, это серьезное такое дело, нарушение всего этого процесса, нервничают люди, вот, привыкшие каждый день работать, как, так сказать, строго выполнять дисциплину, вдруг они останавливают работу, это же удар, в том числе и по своему производственному ритму, кто это будет за, каких-то крох, как сейчас говорят, дескать, давайте за индексацию будем бастовать, никто за индексацию бастовать не будет, потому что индексация, возвращение зарплаты на тот уровень, который был в прошлом году, это то, чтобы у нас не улучшилась жизнь никогда, вы будете бастовать, чтобы у вас жизнь никогда не улучшилась, но есть же люди прямо предлагают, вот, скажем, люди из РКРП, предлагали на выборную кампанию, от партии Ротфронт, предлагали, давайте, говорит, будем бороться за индексацию, сделаем ее обязательно, она и так обязательно записана, только никаких мер не принимает, или безграмотно люди выступают, потому что, если вы хотите что-то сделать обязательным, что нужно сделать? Написать еще слово обязательное в законе, все статьи закона обязательные, там написано, скажем, в 130-й статье, а закон разве не обязательный, просто вопрос, закон уже предполагательный, а мы проверяем, что он обязательный или нет, вот, если в законе написано, государство гарантирует обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты, статья 130-я, трудового кодекса, или в заголовке прямо, то есть в голове, статьи 134-й, обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты, разве в трудовом кодексе записана ответственность, хоть в какой-нибудь статье? А где они должны записываться? Ну, в трудовом кодексе? Ну, почему? А потому, а потому что ответственность для этого есть, у нас другие формы правовые, а именно, есть уголовный кодекс за невыплаты зарплаты, есть уголовная ответственность, а вот если вы зарплату не повышаете, быстрее, чем инфляция, нет никакой уголовной ответственности, есть еще кодекс об административных правонарушениях, так? И что? Есть там что-нибудь в кодексе? То есть, если какая-то политическая организация, а мы сейчас говорим о политическом процессе, хочет на самом деле обязательности каких-то пунктов, которые прописаны в трудовом кодексе или в коллективном договоре, и хотим, чтобы это было распространено на всю страну, что нужно сделать? Нужно изменить кодекс об административных правонарушениях и кодекс о закодах уголовных, уголовный кодекс. Причем, если вы откроете кодекс об административных правонарушениях, я думаю, вы его не открывали. Мало кто его открывает. А почему? Открывали? Открывали. Ну, вы там будете много смеяться. Сколько, какую ответственность несет работодатель в случае уклонения от коллективных переговоров? Ну, там административная ответственность. Ну, какую административную? Там административная-то. Это в рублях. Что-то вроде одного мрота, нет? Да, пять тысяч. Ну, минимальный размер. Пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей. Еще мрот, когда он идет в смысле штрафов, он там еще, он не тот, который действительно, а который на какой-то год маленький. С рублей. А если вы не выполняете коллективный договор, вот вам он нравится. Берем, открываем. Открываем. Кодекс административных правонарушений. За не выполнение коллективного договора сколько? Пять тысяч рублей. Тоже слабо. Да. Пять тысяч рублей. Да. И вот этот, если вы... Примерно столько же, сколько платят штраф те, кто организует проституцию. Вот они только пять тысяч рублей и так далее. Поэтому, значит, это все расцветает пышным цветом. Но это говорит и о такой политической неграмотности тех, кто хочет что-то сделать обязательно. Вы тогда уж предлагаете, вот идите на выборную кампанию и добивайтесь того, чтобы изменился правилоположник. Вот применяется статья об уголовной ответственности за невыплату зарплаты? Применяется? Редко. Применяется. Ну вот, вспомните ситуацию с космодромом Восточный. Там не выплачивалась зарплата. Очень многим рабочим поехал туда вице-премьер товарищ Рогозин. И товарищ Рогозин там организовал массу судебных исков с наказанием преподавателей за невыплату зарплаты. Зарплату стали выплачивать. То есть он применяется. А с другой стороны, есть еще один пункт в трудовом кодексе, который фактически предусматривает ответственность на такую хитрую. Там не написано, сколько денег, а там написана процедура, что должно делаться, если вам не платят зарплату. Вы не помните, что предусмотрено в трудовом кодексе, если мне не выплачивают зарплату, что я должен делать? Вот прошло 15 дней с момента, как я последний раз получил зарплату. Ну, конечно же, уведомляется работодатель о том, что вы не получаете зарплату. А он и так знает, что... А, что я его уведомляю? Что он не знает, что он мне не заплатил? Смешно. Запускаются процедуры, все связаны с... Какая процедура? Так в чем она состоит? Ну, начинаете забастовку. Никаких забастовок. Зачем забастовка, если это урегулировано? Вот мы не против забастовки. В смысле, забастовка – это законное, признанное право, которое имеется в Конституции, имеется в... Но это не значит, что нужно без нужды включать этот механизм забастовки. Что я вам называю статью? Вы ее почитаете, сейчас я вам ее изложу. Значит, вот вы мне не заплатили. Я пишу бумагу. Прихожу на работу. 15 дней я выжду. Ну, я думаю, что если я собираюсь немножко с вами поконфликтовать, то немножко надо еще дня три подождать. 18. Вот на 18-й день я пишу вам, уважаемый Илья Евгеньевич, дорогой, всем уведомляю, что я с сегодняшнего дня в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации приостанавливаю работу. В связи с невыплатой мне заработной платы. До выплаты заработной платы. Точка. Никакой забастовки нет. Забастовка – это коллективное действие. И какая забастовка? Там, если забастовка, если больше половины бастует, а если у вас меньше половины, это у вас не забастовка, а это нарушение дисциплины. Можно наказывать всех. А я один написал, все. Дальше мои действия какие? Я могу после этого не присутствовать на рабочем месте. Где я могу вынаходить? Я могу читать «Капитал» Маркса здесь все время. Когда подходит, что вы делаете? Я говорю, читаю Маркса. А что, зачем? Да жду, когда зарплату заплатят. Могу пойти домой. Могу пойти к соседям, им рассказывать, что нужно делать. Что, а ты почему не написал? Что, он сидит и плачет, что ему не платят. А ты зачем? Что, ты плачешь? Напиши. А я вот написал, что я останавливаю. Ну, ты даешь, устанавливаешь. Если ты останавливаешь работу, то ты нарушитель производственной дисциплины. А я приостановил. Это совсем как в соответствии со 42-й статьей. Приостановил до выплаты. Что должен сделать работодатель согласно 42-й статье? Работодатель должен уведомить письменно работника о том, что он завтра, когда он выходить до такого-то числа, вам будет этого числа выплачена зарплата. Тогда появляется обязанность работника выйти. А до этого такой обязанности нет. Поэтому вот это тот случай, когда в трудовом форусе ответственность записана. Какая ответственность? А такая, что отвечать будете тем, что работник больше не будет работать на вас. Вот и все. И он может пойти где-то еще подрабатывать в это время, потому что он не обязан сидеть на работе и ждать, когда вы там раскошелитесь. И это очень эффективное средство. Хотя, конечно, если мы с вами будем советовать работникам воспользоваться этим правом и 142-й статьей, то, наверное, мы посоветуем это сделать коллективно. Коллективно, конечно. Что если цех там 600 человек напишут, то, как вы понимаете, очень быстро приведут зарплату. А если вы один напишете, вам, конечно, выплатят. И все это дело сделают. Но будут искать, нельзя ли найти у вас недостатки. А таких людей, которых без недостатков, в общем-то, и нет. Ну, там же в Тудовом кодексе еще 398-я и вот эти статьи 404-я – это механизм как раз трехсторонней комиссии. И существует еще механизм как раз забастовки. Там все они описаны тоже. Ну, трехсторонняя комиссия, они, так сказать, они верхние. Трехсторонняя – это кажется, что она трехсторонняя. Потому что государство кого предлагает, какой класс-то представляет? Капиталист, конечно. Ну, какая же она трехсторонняя? Это на одной стороне, так сказать, двое, два голоса, а на другой стороне один. Это, так сказать, треугольник с двумя тупыми углами. Как вы тут будете, как вы будете с ними сражаться? Поэтому трехсторонняя комиссия иногда принимает хорошие решения. В том числе по индексации там есть решения. Но это вот слабодействующий механизм. Это, ну, скорее людям говорят, а вас там подумают. Есть трехсторонняя комиссия, и люди размагничиваются, не готовят коллективный договор. Дескать, меня защитят. Ну, кто-то и защищает. Где-то это проходит. Но вот уже практик показывает, что трехсторонняя комиссия, в которой сидят представители ФНПР. ФНПР, вы когда-нибудь видели, какой-нибудь митинг был бы за повышение зарплаты? Раньше было. Сейчас нет. Вторая организация крупная, это объединение профсоюзов Конфедерации труда России. Туда входят там и докеры, и диспетчеры, и там еще целый ряд. Летчики туда входят. А она? Она тоже самая. Никаких таких крупных акций не делает на сегодняшний день. Потому что там в руководстве сидят сторонники справедливой России. А тут сторонники единой России. И это приводные ремни от политических партий буржуазии к массам. Поэтому не следует от них чего-то ожидать. То есть, как бы механизм прописан, но не механизм влияния снизу на соответствующих представителей. Эти представители могут действовать уже не в интересах работников. И этот отрыв легко происходит. Очень. И очень часто. Они привязаны к элитам, да? Да, да, да. Конечно. Ну что, я думаю, что я могу вас поблагодарить за очень хороший доклад. Интересный. Спасибо. Вот. И на этом мы сегодня заканчиваем. Да, закончим. Вот. Ваш доклад будет учтен при выставлении вам оценки на экзамене. Хорошо. Тем более, что известно уже, значит, наша программа. Последнее занятие у нас 5 декабря. Я сегодня посмотрел. О, как. Да. Ну, день Сталинской Конституции, видимо, выбрали. Хорошо. Ну, как, чем-то руководство сажало, да как. Ну, да. Да, это раз. Второе, значит, со мной договаривались о времени консультации и экзамена. Консультация у нас будет 12 января. Угу. Хорошо. А экзамен 13 января. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok